Добрый вечер. Сегодня, наверное, интересная тема, потому что это наши эмоции, наши приятные самочувствия, как его приобретать, когда мы чувствуем себя плохо. Можно ли управлять эмоциями, как это делать? Итак, я всех вас приветствую. Добрый вечер. Я Радослав Волосович, тренер личностного роста. Живу в городе Глазго. Люблю русский язык, восточную культуру и очень рад вас всех встречать каждый вечер. Сегодняшний вечер на эфире это будет тема наших эмоций, как управлять эмоциями. Но есть интересные некоторые моменты, которые мне очень-очень хочется передать вам. Если это возможно, и вы планируете делать репост, потому что вы делаете репосты моих эфиров, то сделайте это в самом начале, чтобы тогда прямо в таком живом режиме другие могли это посмотреть. Мне будет очень благодарна, если вы сделаете репост в начале, а не после или в конце уже. Сразу вас благодарю за это. Мне будет очень приятно. Посмотрим, насколько это эффективно и сколько подключится к нам сегодня слушателей на этой теме. Когда есть прямая трансляция, то есть это намного лучше эффективность. И тогда доходит информация до многих новых-новых людей. И если мы считаем, что это полезно и ценно, то нужно делиться с этими людьми такой информацией. Потому что, смотрите, эмоции и сегодняшняя тема, я уже перехожу к этому, к сути, это наше состояние. И вообще мы все, что не делаем каждого дня, делаем для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Чтобы нам было приятнее жить. Потому что, когда нам где-то не будет плохо, то мы от этого места хотим уйти. От этого состояния хотим избежать. И, возможно, это заложенный в нас такой, знаете, механизм, который спасает нашу жизнь. Когда нам голодно, мы можем умереть. Так что заложено нам чувство голода. А то неприятное чувство, которое толкает нас к тому, чтобы мы покушали. И мы кушаем, и благодаря этому поддерживает этот процесс, наше такое физическое существование. Но не только вот этот момент, но в эмоциональном плане это такое, нечто подобное происходит. В других ситуациях похожим образом все это срабатывает. Только нужно учитывать, что с голодом это все легко и просто. Но есть много таких механизмов, которые у нас где-то нарушены. Они не совсем правильно работают сегодня. И так мы постараемся увидеть, что происходит с нашими эмоциями. Посмотрите, то есть можно их вообще по-разному называть. Есть много десятки таких приятных и десятки неприятных эмоций. Это, во-первых, хорошо знать, уметь определить, как я себя чувствую. Остановиться на минутку, когда это мне неприятно. Это что со мной происходит? Это стыд, это раздражение, это волнение, страх, горечь. И определить, что со мной происходит. Иногда, знаете, это такое чувство могут быть смешаны, несколько отрицательных, то есть неприятных. Не то, что неприятные, то это совсем отрицательные и плохие какие-то эмоции. Нет, они все нам нужны. Но мы иногда говорим отрицательные в том плане, что они не доставляют нам удовольствия. И обычно в нашем состоянии, в данной минуте жизни, у нас есть несколько разных таких эмоций, которые присутствуют. Иногда этих приятных, а некоторые могут быть смешаны с неприятными. Так или иначе, посмотрите, и тоже вот эта усиленность. Если нам приятно и хорошо, тогда все понятно. Мы рады и пусть это продолжается. Но что делать, когда мы находимся в неприятном состоянии? Что делать с людьми, которые долгое время находятся в таком состоянии? Понимаете, когда человек голодный, он покушал, и он голода уже не чувствует. Он от голода уже не страдает. А что происходит с людьми, которые в эмоциональном плане, они постоянно находятся как будто в чувстве голода? Им чего-то не хватает. Они страдают. Организм их чего-то требует. Они как личность, эмоциональный этот человек. Как это можно еще назвать? То есть, есть в эмоциональном плане какой-то голод, и нам чего-то не хватает. Мы внутри страдаем. Чаще всего это главные такие неприятные эмоции. Это страх. Потом это стыд, который доминирует где-то в нас. Это длится долго. Или человек, он очень быстро попадает в такие, знаете, вроде все хорошо, а вдруг он начинает терять настроение. И находится в очень неприятном таком настроении. Вот как вот с этим справляться? Как управлять эмоциями? Вы знаете, мы уже обсуждали, что эмоции появляются в связи с какой-то информацией. Это реакция нашего организма на какую-то ситуацию, с которой мы столкнулись. Например, мы узнали, что нас ограбили, типа там, обокрали нам квартиру. Нам станет сразу плохо, то есть нам будет очень неприятно. То есть мы видим это. Или мы услышали, что такое произошло с другим человеком, который для нас очень родной и близкий. Мы испытываем эмпатию человеку неприятную. Мы тоже чувствуем себе неприятную. Посмотрите, везде имеет место вот эта информация. Иногда мы слышим эту информацию, она поступает к нам. И это неприятная информация и вызывает неприятные чувства. Иногда мы видим, что с человеком происходит какая-то неприятность. И мы тоже начинаем испытывать это неприятное чувство. Так что суть в этой информации. Это причина вот этих разных эмоционального такого состояния неприятного. Но посмотрите, у нас есть выбор. То есть мы, во-первых, должны осознавать, что мы не просто не владеем этим. Мы не раб нашего разума и наших эмоций. А я должен быть хозяин. Если я просто раб, я буду всю жизнь вот так. Вот я такой. Просто мне надо страдать. Другие веселые, а я вот такой. Как будто вот все. У меня так жизнь складывается. У меня так есть обычаи. А у меня умер вот это. А я вот работу почерю. Можно всегда искать причин, почему я так плохо себя чувствую. Это оправдывать. И ничего тогда мы не поменяем. Ничего с этим положительного, хорошего не произойдет. Но если мы осознаем тот факт, что у меня есть выбор. Что я хозяин самого себя. И я могу решить, как я разные ситуации оцениваю. То есть это в моем разуме. То есть я решаю, как я буду смотреть на вещи. Какие я буду делать выводы из каких-то ситуаций. В связи с этой оценкой будет определенная реакция, эмоциональное состояние. Оно будет или приятным, или неприятным. И я посмотрю, что таким образом решаю, как я буду себя чувствовать. Представьте себе, ну вот женщина присутствует. Я всегда этот борщ украинский вспоминаю. Он мне очень нравится. Я так жду его, когда меня опять в жизни где-нибудь его увижу. Ну что, наверное, готовит меня. Наверное, уже пора. Хорошо, что она слушает. Смотрите. И вдруг хозяйка готовит борщ. И она пересолила его. Там просто жутко много соли. И какие могут быть реакции его. То есть ей пришли гости. Она налила этот борщ в тарелки. Все кушают. Такие, гадошка какая, сколько соли там. Ей станет стыдно. Первая реакция. То есть она опозорится перед своим гостями, что она вообще такая, ну, не хозяйка. Значит, не опытная, никудышная, скажем, хозяйка. Может ей стать стыдно. Она уберет все это с тарелок и потом будет изменяться вообще и опозориться и так далее. Да, это может быть такая реакция. Но другая реакция. То может быть смешно. Это ей решать. Посмотрите. То есть в другой ситуации, кто-то такой из девушки, она начнет смеяться, как я пересолила слов. И все рожут, все смеются. Весело. А еще одна реакция. Это какой-то, знаете, можно сделать анализ и это опыт. А интересно, почему так случилось? А вот и так далее начинает. Может там, скажем, мясо было салон, а еще соли. Можно искать выводы из этого. Эта информация, этот пересоленный борщ может быть полезным уроком. Посмотрите, я вот простые примеры привел. Одна и та же ситуация, мы ее можем оценить и решаем, как мы к ней отнесемся. И она будет вызывать или приятное чувство, или нам будет весело и смешно, или я буду в стыде опозоренный. Да это же нам решать. Поэтому посмотрите, мы споткнулись, нам что-то не получилось. Обычно, когда не получается, мы сразу, нам это неприятно, мы страдаем, испорчен весь вечер, все настроение. Но вот если мы сумеем в таких ситуациях останавливаться, зачем мне весь вечер себе портить? На этом жизнь не заканчивается, на этом борще, скажем, на этом ужине. Я могу посмотреть по-другому и среагировать по-другому. И будет повод для того, чтобы весь вечер мы просто смеялись. И будет смешно и весело. Это никакой не позор, это просто случается. То есть мы должны осознавать, что мы это решаем. Когда мы посмотрим по-другому, мы по-другому себя чувствуем сразу. То есть эмоции появляются в связи с информацией. Эта информация для меня болезненна, это проблема серьезная или это весело и смешно. И так на самом деле очень много ситуаций можно посмотреть по-разному. На разные вот такие кризисы, вызовы, ситуации. Вы знаете, я нашел такое умное слово, и оно оказывается по-русски месту. Я вам сейчас его хочу сказать. Триггер. Кто слышал такое слово? Короче, я не слышал. Ну то есть я не использовал ее, я знал, как по-польски есть такое аналогичное слово, что оно означает. Но на русском я не знал, как это перевести. И есть английское слово, которое в русском употреблении присутствует. Триггер. Это спусковой крючок. Вы еще бы перевести. И мы, наверное, будем такое выражение использовать. Триггер или спусковой крючок. То есть причина каких-то эмоций. Такая, знаете, резкая причина. И очень часто это слово в английском используется по отношению к таким неприятным воспоминаниям. Представьте себе, вы попали когда-то в аварию на каком-то перекрестке. И еле-еле выжили. Может там кто-то умер. Это жуткая ситуация была. То есть это трагическая ситуация и боль на всю жизнь. И вы вводите машину, скажем, вы вернулись к нормальной жизни. Но когда вы проезжаете через этот перекресток, где случилась эта авария, у человека срабатывает вот этот триггер или спусковой крючок. И человеку, когда он видит это место, где тогда он попал в аварию, возвращаются все эти кошмарные эмоции. Мгновенно все это появляется. Этот ужас. Ему очень больно, страшно и так далее. То есть те чувства, в которых он тогда находился, когда это произошло. И представьте себе, так происходит у многих людей. И возможно, а может у каждого из вас, только вы это не осознаете. Может не у каждого была такая трагическая ситуация. Может вы по-разному справляетесь. Однако этот триггер, этот спусковой крючок, то есть причина неприятностей, она всегда присутствует. Вот так мы устроим. То есть это такой спусковой крючок. Называется это еще в НЛП, то есть это нейрологическое планирование. Или правильно называли это название. Там это называлось котвицей. Якор. О, по-польски котвицей, по-русски якор. И там делается такое же тоже упражнение. То есть многие наши эмоциональные состояния, они связаны с нашим физическим состоянием. То есть мы, это не просто какое-то настроение. Я уже говорил о том, что если мы себя плохо чувствуем, то наш организм целиком реагирует. Это связаны наши эмоции с нашим физическим существованием. Если нам больно, очень страдаем. Если человек стыдом страдает, скажем, то весь его организм тоже это чувствует. И что интересно. То есть получается время от времени нам нечто такое может включиться. Человек даже не осознает, почему ему мгновенно испорчилось настроение. Потому что где-то у него появился этот якор или спусковой крючок. Он оказался вместе, почувствовал запах какой-то. И он даже не осознает, потому что это происходит непланированным образом, на уровне подсознания. То есть там тоже есть информация, глубоко заложенная, к которой мы очень привыкли. Это такая программа, которой мы постоянно пользуемся. Это несозначенная наша реакция. Знаете, когда мы ходим топ-топ-топ ножками, мы это делаем несозначно. Нам не надо об этом думать. То есть там заложена программа. И равновесие вообще мы не заразомышляем. Мы можем разговаривать по телефону, идти по городу, можем ехать на машине. И много чего делаем автоматически. И это делаем тогда на подсозначенном уровне. То есть там по привычке все заложилась информация, как нужно управлять машиной, как нужно ходить. И мы можем вообще об этом не думать и делать все это правильно. Вот это супер наше подсознание. Но там есть тоже много заложенных программ. Во-первых, они немножко, скажем, с вирусами. Они вызывают, толкают нас в делать неправильные решения. То есть эту программу, которая в нас есть, нужно время от времени пересмотреть, избавляться от вирусов, загружать заново, перезагружать в себе. Посмотрите, в этих программах, как я говорил, вот это есть наше мышление о себе, которое тоже будет вызывать неприятные чувства, эмоции, когда мы сами себя критикуем. Что-то произошло, и мы будем говорить себе, я дурак. Это результат этой программы. В нас заложили, как вот ножками топать, вот как это нужно делать. И насчет того, кто я такой. Тоже нам заложили вот такую программу. И вот так мы себя оценим, и это вызывает в нас неприятные эмоции. Но вот вернемся к еще более глубоким этим ситуациям. То есть в подсознании мы не понимаем иногда, что произошло. Это само собой просто случается. Но информация к нам поступает так. Это картинка, то, что мы видим в ситуации. Слова, которые мы слышим. Мы можем о чем-то просто думать, и там тоже в размышлениях можно увидеть этот перекресток. То есть что-то наподобие, похоже к этому, что имело место. И нам тоже возвращаются все эти эмоции и чувства. Вкус, запах, звуки. Все это может сыграть так, как этот спусковой крючок, как этот тигр или якор. И посмотрите, когда-то мы испытывали неприятные очень чувства. Это было в какой-то определенной обстановке происходило. То есть мы там сидели, слушали, играла музыка, была какая-то погода, мы что-то кушали, там был какой-то запах. И сегодня мы не сознательно иногда что-то делаем, и появляется вот схема вот с прошлого. То есть мы как будто открываем этот, включаем этот спусковой крючок. И нам эмоции с того дня, с этого события, мы же толком даже не понимаем, что тогда имело место. То есть мы этого не анализируем. Но нам неприятные эмоции быстро возвращаются. Я вам приведу вот еще такое объяснение, как это работает, и как психология пользуется этим, чтобы, например, следить за собой, чтобы управлять своими эмоциями, владеть собой в такой область, как зависимость. Я вам неоднократно об этой теме говорю, это мне всегда интересно. Вы знаете, когда люди бросаются, они в завязке уже и не хотят вернуться, они проходят много-много таких такой рехабилитации, работы с психологами, в группах, для того, чтобы узнать, как дальше им жить и справляться с эмоциями. Но один такой момент, я бы хотел привести для вас сегодня, это вот эти спусковые крючки. Они узнают, они сами себя анализируют, что для них является спусковым крючком, триггер. То есть, например, они могут почувствовать сильный голод, сильное желание употребить алкоголь, еще это алкоголик, он в зависимости от этого. То есть, есть такие ситуации, где этот голод срабатывает. И для алкоголика, это, например, пабы, в которых место, где он употреблял алкоголь. Это друзья. Например, вот они должны, такие люди, сидеть за собой, чтобы не ходить в эти места, где он раньше с друзьями много выпивал. И посмотрите, речь идет не о том, что просто эти места запрещены. Некоторые в магазинах, например, чувствуют, что в эпоху перед полкой, где там стоит алкоголь. То есть, вид вот этого, он может сделать, что у человека появится оживание и голод, прямо голод такой сильный, чтобы купить себе бутылку алкоголя. То есть, вот эти ситуации, человек должен сам исследовать, что для него является спусковым крючком. Это должен сам знать, кто-то пил в одиночестве, кто-то в группе людей. У каждого вот есть свои вот эти спусковые крючки. Но вот так есть, что кто-то, например, в магазине, он обходит вдалека, не смотрит на эту полочку, где все стоят вот алкогольные напитки. Каждый вот так сам решает. Потому что может появиться настолько сильный голод, что потом это будет так утомлять, как голод физический, что прямо хочется его удовлетворить. И когда человек голодный, он злой. И примерно такое вот настроение появляется у человека, который в алкогольном голоде. Он злой, он невыносимый, и он раздраженный. Ему быстро-быстро хочется удовлетворить этот голод, и чтобы его больше не чувствовать. И интересно, знаете, у других людей, с другими зависимостями, когда я вот общался, и слушал, например, люди, которые занимались азартными играми. Знаете, когда у них голод появляется? Вы не поверите. Когда они на рынке овощи и фрукты берут, вот у них голод появляется играть в азартные игры. Знаете, почему? Потому что это люди, которые играли на этих автоматах, где постоянно была вишенка, яблоко, груша, вот они столько часов там смотрели, для них это было настолько эмоционально, вот они все это воспринимали, вот как будто жизнь кроме этого не существовала. Это болезнь, конечно, но вот они, некоторые, вот на этих, вот прямо вот каждый день, скажем, и огромными эмоциями все это так работало. И эти люди, потом сами говорили, что у них голод включался, триггер включался, когда они шли, рядом видели, человек продавал овощи и фрукты, там вишенка, бананчик там был и так далее. Может это смешно, но вот эти люди должны, вот смотрите, следить за собой, чтобы определенное эмоциональное состояние к ним не возвращалось, то есть они знают, как вот этих ситуаций, очень важно для них избегать. То есть посмотрите, то, что этот механизм работает, то есть это определенно, это точно, это так и есть. Сейчас мы должны увидеть, что вот есть, это повод наших тоже неприятных разных настроений. Сучник, неважно, это будет страх, или гол, или там стыд, просто мы чувствуем, что они нехорошо. И есть какая-то причина. Посмотрите, это может быть какой-то запах, какая-то картинка, вкус. И мы особенно, вы знаете, суть не в том, чтобы анализировать, сесть и думать, а вот что случилось со мной, почему вот так я тебе чувствую. Не всегда мы найдем объяснение, тем более, когда это было на подсозначенном каком-то уровне. Посмотрите, может у вас есть такие, тоже, этот спусковой крючок, он срабатывает тоже положительно. У вас бывает так, что кто-то там почувствовал запах аспалта, и это приятный запах для человека, у него возвращается настроение из детства. Есть такое, это приятное время нашей жизни было, когда мы весело с друзьями играли где-то на улице. Иногда в детстве у кого-то там делали дороги, асфалт, или дома, у меня так тоже было, где строились это все пятьэтажки. И когда человек возвращается вот в это состояние детства, но такое состояние игры вообще, без заботы. То есть человек играется, он не загружен какими-то заботами, особенно когда он вовлечен во что-то там с друзьями, чем-то занимаются, играются. Это очень приятные вот такие воспоминания. Иногда вот такой запах аспалта у кого-то, вызывает такие приятные чувства. У каждого есть что-то свое. Я, например, стал вот себя тоже как-то анализировать. Я замечу, что я возвращаюсь к этим приятным таким чувствам. Я это состояние даже называю такое состояние эмоций как весна. Молодость, детство, то есть когда все то, что-то в жизни начинается. Или мы когда начинаемся каким-то новым делом. То есть мы получили вот какую-то там должность. Кто-то открыл какой-то бизнес, что-то... Вы понимаете, вот это приятное чувство, что все впереди. И очень связано это с молодостью. Весна это тоже такое, что все впереди. Вот только все начинает, чистые планы тут. Так что все согласны, что весной очень такое приятное настроение появляется. И смотрите, я вот так замечу, что у меня этот звук за окном детей, которые бегают, гуляют, там смеются, играют. и я вижу, что там нет у меня языков. То есть в какой я стране не был, мне всегда этот звук является приятным. Я уже это несколько лет замечаю. Когда они вдали, они шумят так, но не сильно, чтобы это мешало. кричат что-то друг к другу. Это когда детский сад недалеко, какая-то детская площадка, школа. И вот этот шум детей у меня вызывает самое комфортное такое настроение. То есть я вот тогда просто отдыхаю, когда окна открыты, летом и там где-то дети гуляют, кричат. Для меня это лечебный просто звук. Вот просто супер-супер релакс. Я возвращаюсь где-то вот у меня, когда я в песочни с детьми играю, вот такая полная беззаботность охватывает меня. И сейчас для чего я поэту привожу? Потому что смотрите, у нас есть тоже эти спустовые крючки приятных наших настроений. И когда нам неприятно, вот мы даже не знаем, а что, а какая причина. То есть иногда мы видим, мы можем рационально посмотреть на какую-то проблему, на пересонанный борщ. Мы можем посмотреть другими образом, что-то случилось. А вот если мы как-то не понимаем, откуда у меня неприятное настроение, ну и пусть. То есть оно тоже чем-то вызвано. Но даже если это на уровне подсознания, нам просто неприятно, я не понимаю, почему. То есть суть не в том, чтобы искать причину обязательную. Просто важно, чтобы это настроение поменять на хорошее. И сегодняшняя тема, это как управлять эмоциями. И посмотрите, мы можем вот этот крючок использовать таким созначенным образом. То есть мы должны сперва определить вот себе, вот эти моменты, то, что во мне вызывает приятные чувства. Какой звук? Если вы сумеете себе сделать такое, знаете, исследовать себя и записать себе, какой мой самый приятный звук? А это может быть какая-то песня. У меня тоже есть несколько вот таких музыкальных произведений, которые у меня вызывают приятные какие-то воспоминания с друзьями в отпуске. И причем это разная музыка. Но почему-то мне сразу это срабатывает как крючок. Вот ситуация с определенной жизнью. Какой-то вечер, где я себя чувствовал вообще очень супер и прикольно. Ну как-то так. И представьте себе, теперь я могу вспомнить эту музыку, например, это вот звуки этих детей, которые на меня так влияют. Потом иногда это вкус связан с каким-то вкусом. И это тоже как крючок срабатывает и у нас настроение поправляется. Это вкус детства. Кто-то может так назвать. Это слова. Могут люди читать что-то. То есть суть в том, чтобы увидеть вот это, что на меня так влияет, собрать это в кучу и постараться это использовать как этот крючок, чтобы это возвращало мне хорошее настроение. Это так можно делать. То есть это даже можно в этом тренироваться. Я вам такой скажу вот совет, который я слышал и с этого тоже мы извлечем урок. То есть я помню тоже один из советов перед выступлениями публичными, потому что у людей очень большой стресс. как я говорил тоже и мы на трениках работаем с этим страхом, волнением. То есть перед большой аудиторией на сцене люди испытывают такой стресс, что такой страх, который сильнее даже страха перед смертью у некоторых людей. И представьте себе, человеку нужно выходить на эту сцену и там его работа. Есть множество советов, но один из советов я слышал вот этот якор. То есть человек должен сперва тренироваться, садиться и пытаться вспомнить вот это хорошее настроение. Или когда у него есть такая, скажем, какая-то такая, ну просто сама по себе появилась встреча с друзьями и он очень почувствовал себя в такой эуфории. И в этот момент человек должен сделать что? Этот якор. Он например берет себе ручку и колет в определенное место. И это настроение оно физически таким образом связывается с этой болью в определенном месте. представьте себе, то есть он в течение какого-то времени вводит себе хорошее настроение и когда у него хорошее настроение он постоянно нажимает как на кнопку определенное место и причиняет себе боль. В связи вот с этим настроением. И когда человек потренировался уже в этом, он закрепил вот эту схему, вот это настроение хорошее, хорошие эмоции, положительное, где он такой на высоте, где он чувствует себе, что он хозяин вселенной, мира, и что он мог бы на сцену выйти и все сказать, когда он в таком настроении, он себе нажимает. после вот таких тренингов, когда человек потом, знаете, что он делает, он перед сценой, ему нужно выйти на сцену, он просто себе нажимает, и ему все эти эмоции возвращаются, потому что это уже наш мозг, вот эти синапсы, которые связаны с нашим организмом, это закрепляется как такой якорь, это срабатывает как этот триггер и спусковой крючок. То есть он потом подходит к сцене, неважно какой у него там день, настроение, как он готовился, для того, чтобы быстро вернуть положительные эмоции, достаточно ему нажать это место, но это нужно сперва много раз повторять, чтобы вот это закрепилось, чтобы в этой точке был его якорь. Это так я для примера показал, этот человек может сделать какой-то жест, что-то еще, укусить себя, я не знаю, и использовать этот якорь, потом, чтобы вернуть такие положительные эмоции, например, перед выходом на сцену. Ну вот, я вот слышал о таком упражнении, и есть люди, которые так практикуются, они так делают, и триггер используют вот в нужных моментах. Сейчас посмотрите, что когда у нас плохое настроение, мы должны нечто подобное делать, то есть возвращаться к источнику этих положительных настроений, то есть смотрите, время от времени у нас возвращаются эти приятные эмоции, когда мы чувствуем асфальт. Может кусок асфальта в кастрюлки положить, разогреть, вот знаете, что-то в этом роде. Что-то в этом роде. С асфальтом я пошутил сейчас. Но это очень индивидуально, то есть нам нужно включить музыку, может быть, почитать то, что меня всегда поднимает настроение, посмотреть фотографию иногда. Нужно поразмышлять, что вот, какой комплект таких действий, где будут, знаете, чем больше этих органов чувств задействованы. Если вы даже будете тренироваться, например, вспомните эту беззаботную такую ситуацию с детства, то можете представить, что эту песочную уложен, когда вам было 5 лет, и вообще вы там бросались песком, игрались, было весело, как будто весь мир не существует, только эта минута жизни. Можно почувствовать себе запах солнца это лето, этих друзей, песок в руках. Максимальным образом войти в заметить в каком я должен быть состоянии. Мне нужно сидеть, ложа это делать, мне нужна музыка, звуки или нет. Как вводить себя в такое очень положительное настроение, что способствует тому, что мне эти эмоции возвращаются. То есть можно самому или придумать и поисследовать себя и увидеть, где у меня находится этот триггер, спусковой крючок положительных эмоций и возвращаться. есть мы нарушены. Когда голод у нас, хотя тоже иногда аппетита нет, нам нужно кушать, а мы болеем и так далее, так значит иногда все это работает неправильно. Иногда человек постоянно голодный, а кушать ему нельзя, потому что он уже полный и полный, а он еще голодный. Но нечто подобное происходит в нашем эмоциональном состоянии, где мы испытываем какой-то голод, чего-то нам не хватает. Знаете, для чего эти все неприятные эмоции и чувства это что-то нас толкает, чтобы мы что-то с этим сделали. Как я сказал, если нам где-то страшно, то чтобы избавиться от чувства страха, мы должны убегать в место безопасное. Обычно страшно там, где что-то нам угрожает. Это такой хороший механизм эмоций, которые нас защищают. Только иногда без причины получается. Опасности нет, а мне страшно выйти, например, на сцену. Это связано с какими-то событиями из прошлого. То есть если этот спусковой крючок он срабатывает, иногда возвращаются очень трагические на перекростке эмоциональные такие чувства, неприятные, то можно это тоже использовать, получается, этот механизм, чтобы возвращаться в себе хорошее настроение. И поэтому есть люди, которые так, они себя исследуют, они знают, что им нужно. И это может быть одна и та же песня, музыка, мелодия с детства. он определил, кто-то будет смеяться, почему тебе она там. А там суть не в словах даже, или какая там мелодия. А суть в том, что появляются такие положительные ассоциации, это с этим местом, возвращаются эти эмоции приятные с детства. Вот это самое главное, чтобы мы научились возвращать себе такое хорошее настроение, когда оно порчится, непонятно почему иногда. Смотрите, это очень такой безопасный способ или правильный способ, когда люди регулируют свои настроения. Потому что привычный, знаете, какой способ, когда мне плохо, просто я не знаю почему, все меня раздражает сегодня. Это на рабочем, мы можем рационально говорить, что это работа, босс, день тяжелый, просто погода что-то не так день пошел. И у нас есть такая привычка, чтобы самым быстрым и таким легким путем поправить себе настроение. То есть нам хочется вот так таблеточку скушал, через 20 минут оно настроение поправляется. Есть такие таблеточки розовые? Я знаю, я пробовал. Иногда можно, но просмотрите это очень опасно, потому что мы привыкаем к тому, чтобы без каких-либо усилий очень быстро проглочил таблетку и поправив себе настроение. И этих неприятных чувств у нее нет. Так появляется зависимость. То есть человеку всегда хочется все быстро и легким путем. Если мы что-то легким путем и быстрым коротким путем получаем, это обычно очень вредно для нас. Поверьте, это такой принцип во всех облачах жизни. На рабочие быстрые деньги. Самые быстрые деньги это на автоматах. Можно миллион выиграть играя в покер. За короткое время человек максимально вкладывает 500 тысяч долларов. Может взять сотни тысяч или миллионы уже. Это за короткое время самый быстрый способ заработать деньги. На игровых автоматах или просто в азартной игре. Но это самый рискованный. И чаще всего люди просто проигрывают. Смотрите, чем быстрее деньги получаешь, тем хуже для нас. Мы больше рискуем или просто нас обманут. И вот эти варианты, когда я говорил с этим таблеткой. То же самое алкогол. Человек выпивает и если это крепкий алкогол, то спустя десятки секунд он может почувствовать через горло уже он попадает в кровь и в мозг. И человек почувствует расслабление мгновенно. Даже минуты не нужно ждать. И людям это очень нравится. книжки читать, изучать психологию. Можно понимать, когда нам плохо, другу позвонить, пообщаться, отвлекаться от какой-то проблемы. Можно побегать, спортом позаниматься. Но это же усилие нужно. Можно книгу почитать, положительную книгу, но это тоже надо сесть, читать. пока это заработает, эта книга на меня, на моем мышлении. Это усилие нужно. А вот стаканчик выпить, пивка, или водочки и быстро снимается. Уходит вот это плохое настроение, поднимается настроение. Но это очень опасно. Именно вот здесь начинается зависимость, когда люди начинают регулировать свое настроение, эмоциональное состояние, при помощи внешних вот таких факторов, как вот какая-то химия, которая быстро действует. Так что вот этого я бы вас никак не рекомендовал. Вот эти более сложные процессы, они более безопасны. Если мы научимся управлять самостоятельно своими эмоциями, мы увидимся, что тебя плохо чувствуем, мы можем это оценить, а почему? Причина есть, нет, мы можем по-другому посмотреть, может у нас заботы, зачем вообще заботиться о чем-то давать, если там проблема с будущего иногда волнует сегодня, вы увидите, что я сейчас думаю о чем-то, передо мной какой-то сложный разговор, а я уже сегодня переживаю. Здесь можно просто посмотреть по-другому на эту ситуацию, зачем мне сегодня об этом беспокоиться и мучиться, лучше забыть об этом, подумать об этом разговоре, тогда, когда он будет происходить, тогда может есть смысл волноваться. То у меня неприятные чувства, страх, волнение и так далее. Но когда даже этого нет, то можно тогда применить этот спусковой крючок, этот триггер, вот так включить что-то и у нас поднимается настроение. Это требует усилия, нужно такого тренинга провести над собой, самоисследование нужно вести, но это безопасно, полезно, это не стоит денег потом, как алкогол или другие средства. Так что по-моему вам нравится это или нет, такой именно способ регулирования настроения, где мы можем вернуть к себе такие самые приятные минуты нашей жизни. Можете представить себе, когда вы были на таком супер-супер подъеме, например, вы были звездой на сцене, может вам что-то получилось, вам награду давали какую-нибудь, и вы на сцене чувствовали, что вообще такое супер состояние. Вот в это состояние подумайте, как можно возвращаться, например, таким якором, как разными нашими чувствами, запахом, вкусом, мы можем вернуть к себе положительные такие эмоции. Спасибо вам, что сегодня вы присутствовали, мои друзья. Желаю вам хороших эмоций, приятных настроений, чтобы это как можно чаще у вас бывало, чтобы это не было случайно, а чтобы мы могли, желаю вам, чтобы вы научились управлять сами собой, чтобы вы были хозяином своей жизни, своих мыслей, своих эмоций, чтобы мы не рабы, а мы можем на самом деле как-то это будет нам подчиняться. Я решаю, как я буду себя чувствовать, как я о чем-то буду думать и какое у меня будет настроение. Конечно, иногда появится плохое, потому что это тоже естественный процесс, то есть такой сигнал для нас, но когда долго мы остаемся в подавленном настроении, значит у нас какой-то сбой, где-то у нас есть вирусы, от которых я и до завтра вечера.